АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие лидеры Фиберли. Как же я рада снова встретиться с вами на нашем ежегодном мероприятии и видеть столько горящих радостных глаз. Это был непростой год, ну, в принципе, как и несколько предыдущих, но я считаю, что мы с вами отлично справляемся со всеми трудностями, идем вперед, становимся эффективнее, сильнее, мудрее. На этом пути особенно важно, когда рядом есть люди, которые могут нас поддержать в сложный момент, наполнить энергией, разделить с нами радость от успеха и вдохновить на новые победы. Именно поэтому сегодняшнюю конференцию мы посвящаем таким людям, людям, которые нас вдохновляют. И я считаю, что встретить такого человека на жизненном пути – это огромное счастье и удача. И случайностей здесь не бывает. Когда-то наставник рассказал вам о возможности в Фиберлик, а сегодня уже вы вдохновляете вашу команду и ваше окружение следовать за мечтой. Знаете, мне очень нравится высказывание знаменитой французской актрисы Жюльет Бенош. Она как-то сказала, что сильный человек – это не тот, который может одним взглядом положить на лопатки, а тот, который может одной улыбкой поднять с колен. И я искренне считаю, что вы все являетесь такими сильными людьми – наши прекрасные и волшебные лидеры Фиберлик. И сегодня мы с вами здесь собрались, чтобы поблагодарить людей, которые нас вдохновляют и услышать их истории. И, пользуясь моментом, я хотела бы рассказать о своих трех источниках вдохновения и, в первую очередь, поблагодарить человека, который помог мне справиться со многими моими страхами, помог мне выйти из зоны моей комфорта и узнать свой реальный потенциал. И человек, который продолжает меня каждый день вдохновлять своим собственным примером. Как вы думаете, кто это? Сильвина. Это мой муж, основатель компании Фиберлик – Алексей Мечаев. Мы с Алексеем познакомились в январе 2009 года в клубе для игры в ГО. Это такая стратегическая, логическая игра родом из Китая. Я прочитала в тот момент книгу «ГО и стратегия», может быть, кто-то из вас о ней слышит, и загорелась идеей, что мне надо научиться играть в эту игру. Но, к сожалению, мастер в клубе объяснял правила крайне тутуна, и ясности у меня не прибавлялось, вопрос остановился все больше. И сразу вспомнил, у меня в такие моменты всегда вспоминается высказывание Эйнштейна, который сказал, что если вы не можете что-то объяснить шестилетнему ребенку, то в теме вы разбираетесь, мягко говоря, не очень. И на мое счастье за соседним столиком оказался Алексей, который слышал наш разговор и предложил свою помощь. И я уже помню, тогда, в тот момент, он меня покорил своей способностью легко, доходчиво и с юмором объяснять сложные вещи. Через несколько дней мы с ним встретились в ресторане, проговорили уму часов, и вот уже скоро будет 15 лет, как я лежу в вечерне с увлечением, слушаю его рассказы. И мой муж вдохновляет меня очень много чем, но сегодня я хотела бы выделить два момента. Во-первых, это то, как он реагирует на сложные, тяжелые ситуации, как решает проблемы. Вы знаете, очень спокойно, без суеты, без какой-то паники, без вот этого всего, что часто бывает у женщины. О, все пропало. Наоборот. И самое главное, на мой взгляд, он не боится совершить ошибку. Я хорошо помню его слова, которые, благодаря которым у меня буквально выросли, крылья за спиной, и я получила совершенно другую степень свободы в своих действиях, решениях. Он сказал, никогда не бойся совершать ошибку. Ошибка – это лучшая инвестиция в наше обучение. Конечно, с некоторой оговоркой, что будут сделаны правильные выводы из ситуации, ошибка больше не будет повторяться. И второе, что меня восхищает очень возле Ксении, вдохновляет, это то, с какой любовью он относится к собственному делу. И его стремление быть полезным людям и своей стране. Он, знаете, такой настоящий, прагматичный романтик. И многие его увлечения со временем становятся действительно масштабными проектами. Например, как вы, некоторые наверняка слышали, факультет бизнеса «Капитаны» в университете Плеханово. Это все начиналось много лет назад с его дуношеской увлеченностью педагогикой и молодежными отрядами. А сейчас это полноценный факультет, на котором учатся более тысячи человек в Москве и 12 регионах России. Но, конечно, самый масштабный проект Алексея, и я уверена, вы все о нем слышали, это партия «Новые люди», которая добрыми и хорошими делами старается помогать миллионам людей и нашей стране. И мы ежедневно видим, как новые люди борются с ненужными ограничениями и вместо них предлагают идеи развития. И мне очень приятно, когда хотя бы некоторые из них удается воплотить в жизнь. Так что я не перестаю поражаться тому, насколько разносторонний человек мой муж. Он, знаете, как у Грина в алых парусах, может и свои мечты притворять в жизнь, и создавать чудо для окружающих. Но, конечно же, не только семья является моим источником вдохновения. Также это и любимое дело. И меня бесконечно вдохновляют люди, которые создают наши с вами любимые продукты Фаберлик. Вы знаете, мы привлекаем лучших экспертов, лучших визажистов, косметологов, разработчиков. И работа с ними наполняет меня каким-то потрясающим духом творчества и профессионализма. И когда совместная работа с этими людьми приводит к рождению новых продуктов, которые нравятся нашим покупателям, это особенное счастье. Команда Фаберлик, спасибо вам большое. Но моим главным вдохновением являетесь, конечно, вы. Каждому из вас. Спасибо большое. Вы делаете очень важное дело. А мы с командой Фаберлик работаем для вас. И когда я вижу ваши счастливые лица, глаза, улыбки, когда мы вместе с вами празднуем ваши победы, я понимаю, что все не зря. Мне очень приятно видеть, что нас ждал полон, что вас так много. И я уверена, у каждого из вас есть своя искренняя, вдохновляющая история. Спасибо. Очень рада вас всех видеть. Спасибо.